Ребята из BigGeek прислали вот такую коробочку, на которой есть 4 буквы. Razer. Для тех, кто постарше, это не пустой звук. Так вот, в этом поколении Motorola, она же Lenovo, поправила все косяки и сделала из Razer настоящий раскладной флагманский смартфон с гигантским экраном, который при этом занимает совсем немножко места в кармане и умеет, в принципе, все то же самое, что и другие дорогущие мобилы. Мне кажется, это интересно. Погнали распакуем. Razer это с самого первого поколения про стиль. Это для модных fashionable людей, у которых не только есть деньги, но и чувство вкуса. В нулевых мы завидовали всем, у кого были эти телефоны, даже несмотря на то, что они очень мало чего умели. Пацаны с Nokia, там FTP-сервера какие-то загружали, какие-то файлы из формов, качали бешеные приложения. У них реально были персональные компьютеры в кармане, несмотря на то, что работали они на Symbian. Люди с Razer болт вообще на это клали. Им главное было достать из кармана вот эту бритвенно-стилевую мобилу, вот так открыть, набрать цифры. В 2022 году, собственно, Razer новый, так и называется, 2022, идеология немножко поменялась. Теперь это дура здоровая, которая умеет, конечно, не меньше, чем все остальные, но упакована по-прежнему стильно. Посмотрите, какая коробочка, Razer, да. Здесь вот даже предусмотрен язычок, чтобы мы ножом тут ничего не резали. Открываем. Вау, look at this. Посмотрите, это не эффект от нашего света. Буквы полуматовые, полуглянцевые. Вот это внимание к деталям, которые Lenovo, владея Моторолой, уже который год не растеряло. И это очень-очень похвально. У-у-у, он огромный просто стал. Ну ладно, окей. Открываем дальше. Стиль. Нравится. Дорого. На Авито цены в Москве начинаются от 78, окей, от 80 тысяч рублей. Затопываю, как у нас, версию 12 плюс 512, то есть дофига памяти. Можно чуть подешевле найти на 256, но это неинтересно. А в среднем по больнице где-то 90 косарей вам придется отдать за новый роскошный способ быть не как все. Давайте так, это даже не смартфон, это именно Flex. Коробка, конечно, интересная, несмотря на то, что по большому счету ничего здесь такого не лежит, необычного. Чехольчик, ну, как у всех такой, правда, черный по периметру. Адаптер питания с логотипом Моторола, если соскучились. Выдает он, ну да, 33 ватта. Провод USB-C, причем USB-C на USB-A, можно было уже C на C сделать. Ну и здесь у нас, ну чё, да, это какая-нибудь стриманская инструкция, и всё. Ну да, за Unboxing Experience, во всяком случае за красоту коробки 10 из 10. Выглядит достаточно стилево, при этом он гигантский. Основной экран здесь 6,7 дюйма, как в Iphone 14 Pro Max. Он с разрешением Full HD+, у него AMOLED-матрица 120 Гц, как положено. В некоторых играх, теоретически, где-то там, если поколдовать, он способен выдать даже 144 Гц. Но, к сожалению, я их заметить не смог. Смотрите, абсолютно плоский дисплей. Как они этого добились? Где они, сколько денег они отвалили за эту технологию? Хрен его знает, но Razer-овский экран выглядит абсолютно плоским, как будто бы это обычный телефон. Ха-ха-ха, смотри, Razer и Fold. Про дизайн что-то говорить очень сложно. Мне, честно говоря, уже нравится не так сильно, как первое поколение, которое максимально повторяло очертания и все основные дизайнерские приёмы, фишки оригинального мотора Razer. Во всяком случае, там была камера посередине, и ещё был вот этот подбородок, легендарный совершенно. Здесь этого уже, к сожалению, нет, и мобила стала максимально похожа на Galaxy Z Flip. Но при этом можно было отдать чуть больше уважения тому самому дизайну, который мы любим уже не первый год. Он сейчас просто обязан вот Hello Moto сделать. Если он этого не сделать, можно в окно бросать. И чё? Это всё? Как вы видите, здесь всё в роглифах, и абсолютно не случайно, потому что и представлен, и продаётся на данный момент Razer 2022 исключительно на территории Китая. Когда Lenovo, лет, по-моему, 7 назад, купила Motorola, они старались всё-таки делать модели для всего мира. Даже в Москве были презентации линейки Moto X, Moto Z Force. Сейчас, к сожалению, в случае с Razer, во всяком случае, это исключительно локальная история. Единственное, что здесь даже нет русского языка. Посмотрите. В регион можно выбрать Россию. Нельзя. Я сейчас чё-то не понял. Ну, китайцы. Э, алё. И, значит, жить мы с вами теперь будем. Давайте выберем на Гибралтаре. Всё. Мне нравится. Офигенно. Сканер отпечатка пальцев, кнопки включения, что удобно. Причём, дотягиваешься до него как в закрытом, так и в открытом состоянии. Опа. Видали? Сделан он, кстати, из горела глаз 5. То есть, не Victus никакой, не тем более самый свежий Victus. Но при этом алюминий 7000 серии, а шарнир уже из нержавейки. Матовая спинка нравится. Здесь логотип Moto. И Razer. Всё знакомо, всё приятно. Перед глянцевый бог с ним. Ну, единственное, что они максимально, конечно, постарались название оправдать. Типа Razer, да? И сделали вот такие острые углы. Но при этом общего с региональной моделью и даже с первой раскладной моделью Razer эта штука практически ничего не имеет. И, конечно, взяв её в руки, я ностальгирую, честно скажу, только от названия. Более того, он не очень удобно открывается. Как в аптеку зашёл за гематогеном. Это звук из интернов, реально. К сожалению, он не отстреливает, он без доводчика. Вот этого вот, типа, не получается. То есть, приходится пальцем прям до конца, и вот тебя уже скрючило, скорчило. Пацаны в кафе сидят как-то, ну, неуважаемо, короче говоря. Тренируем движение, движение. Тренируем, смотри. Пальцем поддел, открыл. Дальше можно ещё вот так, смотри. Спиннерность, спиннерность. Вот так покрутил. Давай. Motorola мне всегда нравилось за свой подход. Они ставили чистый Android, практически ничего в него не добавляя. Здесь я вижу, что уже есть определённые нотки той самой китайщины в не самом лучшем смысле. Вот эти иконки. Play Store, АПК. Я только что его качал при тебе. Я его только что устанавливал. Он исчез. Устанавливает заново. Открываем. Ошибка. Ошибка. Google сервисы надо активировать на каждом приложении, в которое я захожу. YouTube, Chrome, неважно. Надо идти в настройку и нажимать кнопку «Включить». Google сервисы. Если вы планировали звонко купить себе Razer и поностальгировать, вообще ни о чём не думая, за 80-90 тысяч рублей. Ни хрена подобного. Эта тварь выбесила меня буквально за 10 минут, потому что здесь столько китайщины. Ну, конечно, кто-то скажет, что это же жазанулся, что ли. Это же для китайского рынка телефон. Да. Но я-то им пользуюсь здесь. И вот они мои первые эмоции. От мега классного стильного мото-рейзера, от которого я ожидал получить исключительно позитивные вибрации. Но здесь изо всех щелей прёт техноблогинг. Понимаешь, часто качаешь какие-то АПК, включаешь-выключаешь какие-то сервисы. Обновление прошивки нахрен сносит любой Play Store. Я понимаю, возможно, что я тупо криворукий и ещё не разобрался в процессе. Наверное, если бы я пошёл на какой-нибудь FOPDA, зашёл там на 24005-ю страницу форума, я бы смог найти способ, как это всё перепрошить, настроить нормально или вообще накатить сюда чистый Android. Но, к сожалению, из коробки Razer это не для тех людей, которые не хотят заморачиваться. Но, по идее, надстроенным над обычным, правда, 12-ым, всё-таки ещё пока не 13-ым Android, надеюсь, обновление придёт, здесь не так много, как кажется. Второй экран это 2,7 дюйма, правда, уже не OLED никакой, чёрный цвет будет не такой глубокий и сочный, но при этом он даёт вам полноценную функциональность, то есть вообще ни в чём вас не ограничивая. Во флипе самсунговском гораздо больше цифроплатов, больше тем оформления. Здесь, посмотрите, всего несколько, ну вот можно поставить, например, мотовские часы, мне они нравятся, я даже не хочу их менять. Я в Counter-Strike в своё время переиграл, думал, надо бежать дефьюзить. А? Лайк! Смотри, на внешнем экране можно смотреть YouTube! Заходишь на канал Арсений Петров, например. Замотать next one. Кроводу, конечно, надо приобретать и... Ну и ещё, конечно, с помощью внешнего экрана можно снимать селфи на основную камеру. Если к предыдущим Razer была очень важная претензия, они вообще ничего общего с лагманами не имели, в том числе из-за камер, хреново фоткали их, хреново снимали видео. Сейчас это 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой 1.8 и ультраширокий объектив на 13 мегапикселей. То есть на этот телефон уже можно что-то сносное снимать. Вот как выглядят снимки, вот как выглядит видео, ну, короче, сами судите. На мой взгляд, качество нормальное, конечно, звёзд с неба не хватает, но, слава богу, камеры обновили, и теперь ими действительно можно пользоваться. Посмотрим на запись видео в 8К. Это разрешение ограничено, нет ни HDR, ни, насколько я понимаю, стабилизации, но при этом зум работает, причём даже шестикратный. И, судя по экрану телефона, он не такой стыдный. Кстати, довольно плавно переключаются, ну, не объективы, но зумится тоже достаточно плавно. И проверяем стандартный 4К с HDR включённым. Смотрим, как обстоят дела со стабилизацией здесь. Я вообще никак не буду сейчас стараться, просто иду. Не пытаюсь как-то дополнительно телефон стабилизировать в руках. Вот как работает экспозиция. Давайте вот сюда заглянем. В принципе, даже в темноте относительной всё выглядит неплохо. Посмотрим на фокусировку. Фокусируется автоматически сам довольно резво. Не знаю, конечно, как у вас на экранах качество, но на телефоне вроде даже не стыдно. Хотите главный косяк, из-за которого вы никогда не купите этот смартфон? Это время работы. 3500 мАч. 26% осталось. Он автоматически уже не первый раз подоткнул режим экстренного энергосбережения и всё равно показывает 46 минут. После распаковки сколько у нас там было? Процентов 60. Мы посидели, чуть-чуть что-то там скачали, попользовались. Всё, батарейка ушла. Ну и кроме аккумулятора есть ещё один минус. Защита всего лишь IP52. Две мысли этого ролика. Первая. Я уверен, что даже самые преданные фанаты мото и любители той самой оригинальной Razer и даже, возможно, первых складных Razer посмотрят на это и скажут «Нет, это не то, что я любил, это вообще ничего общего с Razer не имеет». А вторая мысль вот какая. Если у вас простой запрос «Хочу вот такой складной телефон, вот именно такой, не здоровый как Fold, не всякие там раздвижные и так далее, именно вот такую раскладушку хочу», у вас, оказывается, на рынке-то больше вариантов нет. Именно если вы хотите флагманскую начинку. И получается, что виноваты-то мы с вами в этих эмоциях, которых нет. А Модорола просто взяла именитый бренд, забила на прошлое, перестала за него цепляться и просто тупо пошла дальше, делая классные устройства под знакомым именем. Она никому ничего не должна, даже фанатам. Она никому ничего не обязана, окей? Это просто новая эпоха. Стоит ли это той суеты, я бог его знает. Чем-то ущемляет меня обычный плоский несгибаемый экран, и хочется ли мне перейти на такой, я за несколько лет так и не понял. Ну, давайте отнесемся к этому видосу просто как к распаковке очередного устройства. Кому-то интересного, кому-то нет. Кто-то поностальгировал, кто-то, как я, не очень. В любом случае, Модорола — это клевый бренд, который лично меня радует, что продолжает работать, создавать нечто новое и учитывать ошибки своих предыдущих устройств. Спасибо, что посмотрели. Это была распаковка Moto Razer 2022.